всем добрый ой не прицепила подождите всем добрый день с вами канал питомник милый я людмила горбунова рассаживаю череночки метельчатых не такой свой ранний способ черенкования делаю перевалочку это грунт и вот все-таки добавляю купила в леруа то что было пролонгированное от форты какое было перемешиваем торф нейтральный торф кислый перлит и привозной машинкой такой коричневый чтобы он был потяжелее так заготовила сейчас будем рассаживать вот какой длинненький есть так ставим и присыпаю это сорт прим red что я сделаю вот это так оставлять нельзя я сделаю череночки чтобы кустик был пышнее в одну палочку это неправильно здесь я уже начала подсыпать надо так а куда оставить место место не приготовила маленечко вот так вот да ладно что то придумаем все в черенках ставить такие ой упал сырое сильно надо было подсушить когда сыровастая грунт так не держится придется на пол ставить места нет весь стол занят тоже надо снять видео новинками всякими разными красивыми коллекционными прим прим red вот какая красотулечка 1 серединочку так он даже ничего и не заметит вот цвет здесь его или надо прищипнуть или снять череночек это формировка кустика черенковала вот эти то самые первые 5 марта месяц четыре дня стояли уже без пленочки пленку сняла первое время были под пленкой вот кривенький но ничего он будет кустиком здесь вот убрали цвет отнимает силу на цветение нам надо на образование корневой хотела же ладно снова не приготовила покажу вам еще сниму видео где рассадила недели две назад а они уже приличные флата не пойду они уже приличные вот вот что при придется их также укорачивать прямо длинненькие в одну палочку подпишу учениковала что про это скажешь зелеными и всякими деревянными торф любой мне кажется черенкуется и в акробалке и в классмане и вот я сейчас приготовила это в брикетах биомастер и добавила для биомастер для рассады добавила перлит классный пышный вот так же в нем черенкую сейчас черенковала там третью и четвертую волну метельчатых за все время прохожусь раз так 456 до мая месяца в мае пойду резать уже на улицу те что у нас растут в грунте и думала что они будут готовы к августу есть плохо держит но как они растут что я думаю что они будут готовы намного раньше может быть даже начало лета но это не точно такие еще слабы здесь вот здесь хороший корень хороший готов сайт каталог но метельчатых пока там нет как рассажу так выложим сейчас пока выбираем крупнолистные отправляю прошлого года здесь мокро так что пока не буду трогать прошлого и скоро будет отправка этого года он какие красивые корневую набью вот уже почти готовы как корневая будет лучше буквально неделька 10 дней пойдут вот эти на отправку этого года растут намного быстрее так вот так вот а вот этот стоит аги вообще ничего нет ни корней еще нет ни еще нету сортов очень и очень много как я говорила что останавливаться не собираюсь так как можно выращивать их в горшках убирать метельчатые в подвал не надо так как они отлично перезимуют если вы или прикопаете в саду или составите около теплицы или в холодную теплицу или просто оставите в уголочек составите и все перезимуют точно далее идем какие коняшки брала то я череночек но маленький он как вырос посмотрите так дальше у нас пошла долли это надо мне отдельно ставить решила метельчатые у меня очень много чёрных стаканчиков но они конечно так себе но все приходит с опытом со временем до отправляю в таких стаканчиках а вот крупнолистные сейчас выращиваю вот в цветных и и синие и желтые и розовые а метельчатые пока в таких потом сделаю конечно же вернее куплю что-то я разочарована в плане что да недорого но сейчас в стаканчике но сейчас горшочки не намного и дороже что лучше конечно же взять горшочек какие-то какие корешочки а какие хорошо он длинненький в одну палочку или прищепнуть или взять черенки он будет очень приличный пышненький кустик за месяц так выросли хорошо и и они будут за летой до осени все проданы сорта есть почти не все но почти все очень очень много так сюда у меня кассет мне даже кассеты ставить все уже некуда меня до рассаживать осталось немного в серединке и вот сверху пленкой обтянуть вон там еще место и все поэтому надо мне начинать вот эту отправочку вы какие красивые какие красивые кустички кусточки думаю выходной сниму что-нибудь покажу так до доли так это плохо еще укоренился какие они жирненькие хорошенькие хороши как говорят внучку дочку хвалит кто хвалит аннушку мать да бабушка вот тут кто хвалит свои гортензии люточка хвалит свои гортензии потому что правда они не знаете в плане что настолько много что мне нет смысла например там специально что-то сделать не то отправить но бывает же да все мы как говорится люди бывают какие-то факторы в прошлом году были что ошибка раз там и вот перепутали я стараюсь вот сама уже контролировать так если кому-то доверю бесполезно будет какой-то косяк и еще когда пропадает растение я считаю что значит место готовится к другому растению более лучше там качественнее к душе готовится место я например никогда не буду убиваться не то что у меня их много у них правда много мне не надо одно и то же я куплю еще у нас я живу под красноярском зона рискованного земледелия спасибо за то что яблоки растут и груши тебе и сливы и абрикосы и что уже убиваться а люди сейчас настолько стали порой злые что растение погибло взяли в зиму например и они начинают тебе высказывать недовольство и тебя проклинать мне кажется не стоит растение того не стоит оно человеческой жизни чтобы проклинать мне как-то девушка написала что даже не попыталась разобраться было перепутано до посылка попросила и мне кто завязывал пакетики виде вот не знаю как ну и я бы все решаем все оговаривается я перезвонила мы поговорили обуда конечно же давайте мы решим так там не разобравшись мне не перезвонив человек пишет пришло то-то то-то я не ожидала значит правду про вас там где-то что пишут смысл зачем мне чего-то не просто завались как на гуталиновой фабрике гуталина зачем никого-то где-то что-то обманывать у меня имя репутации до бывают ошибки я их признаю и мы как-то решаем и пожелала здоровье я понимаю в кавычках мне моей маме моей семье и моему сыну как не стыдно такие таким вещами вообще раскидываться и вот это желать это же из-за какого-то растения у меня погибло из 12 прошлогодних коллекционных по 5 тысяч по 4 тысячи 7 штук я себе еще заказала ну ну это это растение этому это да бизнес и в зиму вот правда наверно буду с вас брать экзамен в зиму да дешевле да если не уверены в опыте не покупайте не буду продавать у задам вопросы не ответите хранение уходе продавать не буду надо с ними подружиться дружитесь знакомьтесь и я до сих пор разбираюсь у меня здесь такие с ними тут катаклизмы происходит внизу там с крупнолистными там то крути то веки то еще я ночью сплю я так переживаю что между температур и у меня знать как вот когда человек плакал долго я во сне так сейчас ошенька прям всклипывание что как я за них переживай это мои дети я я я душу отдаю я семье на рам меньше времени посвящая чем посвящая своим любимым кустиком вот поэтому я говорю что я все равно молодец и любые вопросы пишите все оговаривается одной заказчицы пришла посылка вот две поменялись местами я бы такого больше не будет я прям сама я я нумерую я пишу город адрес сорта я все так сверяю щас больше такой я никому не доверю никому все сама самой сделать все это становится просто невозможным получается так и другая женщина девушка говорит удочка и такие классные пришли не моим такие классные я бы ну давайте или там в скидку сделаю или вы мне их там обратно можете отправить я вам ваша надо я вам их не отдам я таких классных еще бы не получала сколько она мне снова я буду давать не часто тоже я говорю давайте в этом делаю скидку на нет это такие классные это такой труд я я вам еще раз оплачу на мне еще раз оплачивает и мы отправки я и отправлю уже и и сорта которые она заказала что до два раза зила до а эти я вам не отдам потому что они прямо шикарнейшие просто классные классные кусты ну конечно же ну вот такое поделилась я вам рассказываю не только все эти все хорошее бывают недочеты мы все учимся бывает и что-то там не очень конечно же работать с людьми очень и очень тяжело это так сложно все разные ну вы не рубить из плеча не надо человеку жила чего не заслуживает я считаю что я этого точно не заслуживаю не моя семья и моя мама не мой сын а мужами к сожалению уже нет так что вот так вот ладно все я рассаживаю сейчас подпишу сниму для вас еще много полезных видео